Всем привет! С вами я, Валтишевский, и сейчас я хочу показать вам, как идут игры на HTC One Max смартфон. Кстати, это видео является частью видео обзора этого смартфона. Обзор вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, которая находится в описании. Также там есть еще ряд других материалов о этом смартфоне, в частности, как камера работает и так далее. Теперь давайте посмотрим, как идут игры. Прежде всего, я предлагаю посмотреть, не запущены ли игры. То есть, ничего не запущено. Теперь начнем с Modern Combat 4. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Просто отлично. Никаких сложностей с игрой нету. Торможений я тоже особых не заметил. Но, в принципе, одно удовольствие играть в такую игру. Тем более, достаточно большой дисплей. Хорошее качество. И просто отлично предназначен аппарат для данной игры. Теперь давайте посмотрим на игру, к примеру, Побег. Корпорация Монстров от Диснея. Простая игра. Типа раннера. Но своеобразный раннер такой. Я также достиг определенного прогресса для теста. Для того, чтобы четко уже понимать, что и как. Я единственное не могу понять, то ли эта игра немножечко подтормаживает, то ли сам смарт. Ну, скорее всего, игра, раз Modern Combat 4 хорошо и шел. Но, возможно, вы немножечко заметили некоторые подлагивания. В общем-то, и эта игра идет отлично. Никаких проблем с игрой нет. Так, теперь Асфальт 8. Давайте, наверное, я все-таки запущенный Modern Combat и Корпорацию Монстров закрыл. Сейчас Асфальт 8. Изначально могу сразу сказать, что я заметил небольшие подтормаживания. Ну, давайте посмотрим, насколько это все работает или не работает. Отличные спецэффекты. Однозначно хороший экран для таких игр. То есть, в принципе, по сути, не обязательно иметь планшет. Имея такой смартфон, можно играть в игры и не напрягаться. Единственное, я не знаю, как с заделом на будущее у процессора, так как все-таки Snapdragon 600, который здесь установлен, это уже годичной давности процессор. Но, как видите, тянет игры он неплохо. Плюс ко всему, 2 гигабайта оперативной памяти в этом смартфоне ему действительно помогает. Так, ну, все это круто. Теперь давайте посмотрим еще одна игра. Это Injustice. Она обычно грузится достаточно долго. Посмотрим, как, насколько... Можете засекти с своим устройством, которое у вас есть, для того, чтобы понять, насколько долго или быстро грузится эта игра. В общем-то, Injustice мне нравится, поэтому рекомендую, если вы не знаете, что это за игра, поиграть в нее. Действительно, весьма интересная игруха. Так, я тут тоже определенный прогресс достиг. И сейчас покажу вам этот прогресс. Продолжение следует... В общем-то, победу я одержал. Игра идет, не глючит. Все просто супер отлично. Действительно, крутая игра и идет отлично на большом экране такого смартфона. Я могу однозначно сказать, что HTC One Max действительно оптимизированный для игр. Ну, вы сами все видели, для чего это видео я и записывал. Все, спасибо вам за то, что смотрели это видео. Не забудьте подписаться на канал. Снизу красная кнопочка подписаться, если вы еще не мой подписчик. И зайдите на канал, посмотрите другие интересные видео. Всем пока, до новых встреч, новых видео.